Для этого ученичка изготавливает две точные копии этой скульптуры, только в 10 раз меньше. Сама на 52 метра, значит были изготовлены две стады по 5 метров 20 сантиметров. Одна стояла, вот она, там где мы сейчас стоим, вот она маленькая. А вот другую, такую же, расчертили горизонтальными и вертикальными линиями на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. Пронумеровали эти клеточки и по линиям распилили. Каждый полученный кусочек 15 на 15 сантиметров увеличили в 10 раз. И отливали точные копии только уже из гипса. Куски получились полтора метра на полтора. Вот если бы их сразу по номерам сложить, то вот эта статуя оказалась бы внутри. То есть они повторили ее внешние контуры. Вот эта внешняя гипсовая форма называется опалубка. Гипсовые части опалубки доставили на вершину. Сначала сделали фундамент, на котором стоит скульптура, помните, 16 метров. Потом на этот фундамент стали наращивать вот эти строительные леса, начиная снизу. И вот внутри строительных лесов вот такими кольцами по полтора метра высоту укладывали по номерам эти гипсовые части. Уложили первый круг и одновременно внутри делали с формы чуть-чуть поменьше. Деревянное, уже произвольное. И получалось как бы два кольца. Деревянное внутри, а гипсовое снаружи. А между ними пространство. Вот это и были стенки статуи. В это пространство закладывали металлические прутья, называется арматурой. Заливали бетон. Как только бетон застыл, следующие полтора метра наращивали. И вот так постепенно снизу вверх скульптура была залита. Вот она в этот момент стоит. Убрали строительные леса. Сняли внешнюю гипсовую форму. А палубкой она предстала вот такой. А меч стальной. Вес его 14 тонн, 300 килограмм. Внутри скульптура получилась пустой. Внутри нее имеется маршевый лист. Как в подъезде, туда-сюда. По лестнице можно подняться до плеч. А вот по руке и по мечу внутри идут металлические скобы, как пожарная лестница. Вот по ним уже можно добраться до самого кончика меча, где горят сигнальные лампочки для ориентации самолетов. А на одну треть от длины меча вниз от лампочек идут сквозные отверстия. Пропускает ветер. У нас 300 ветровых дней в году. Ну вот сейчас мы стоим, ветра нет. Так что мы попали как раз в эти 65. Значит, скульптуру строили три лета. Заливали только в теплый период. Весь памятник ансамбль 8 лет. За создание памятника ансамбля авторский коллектив был удостоен звания лауреатов Ленинской премии. А Вучетич получил звание Героя социалистического труда. Вот так построили самую высокую в то время. Сейчас китайцы построили звуку. Суки.